всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 5 апреля сегодня я сниму короткий видеоролик не буду ходить по огороду рассказывать про погоду каждый день это об этом говорю ничего не изменилось у нас все хорошо сегодня хочу поговорить конкретно на определенную тему это солнечные ожоги солнечные ожоги листьев вот в данном случае будем говорить о томатных листьях видите весной вот заходишь листья хорошие красивые зеленые но иногда человек заходит конечно это больше всего для начинающих огородников все со стажем огородники знают что это такое как предохраниться от этого иногда начинающий огородник заходит и видят на листьях томатов такие страшные белые пятна как будто брызнули кислотой на листья я сейчас покажу у меня есть один пример вчера появился и расскажу как почему он появляется откуда у меня вот на этой стороне нет такого примера и здесь сегодня они все высохли равномерно хорошо но вообще конечно солнечные ожоги появляются от конденсата как бы вот такие росинки на листиках лежат я вот нашла на другой стороне видите вот растения и на листиках как бы лежит роса капельки росы но это конечно не роса это конденсат вот от переменной температуры от того что тут то холодно то жарко и вот это влага образуется и тут нас подстерегает такая опасность что в яркую солнечную погоду каждая вот эта капля может как сказать сделать солнечный ожог короче на месте каждой капельки может получиться солнечный ожог сейчас покажу уже готовый получившийся вчера вот посмотрите как страшно некрасиво выглядят солнечные ожоги видите вот этот вот томат но меня всего одна на этих только кажется что как будто бы на него брызнули чем-то и и все это прижглось я сейчас расскажу как эти образовываются так тут снимать неудобно я перешла на крайний листик который тоже видите искрятся маленькие маленькие капельки конденсата и на первый взгляд они кажутся безобидными даже красиво как бриллиантики такие крошечные бриллианты но смотрите что происходит когда утром если бы погода была неясная не солнечная такая ну как без яркого солнца они бы постепенно капли высохли без ущерба вот для состояния здоровья вот этих листьев но когда листья на конденсатах ой конденсат на листьях еще не высох и резко появляется яркое яркое солнце вот это весеннее она очень обманчивая но вроде бы и ласковая но что другой но в этой ситуации очень жестоко поступает с ними и в этих местах вот где капельки лежат вот эти капельки они получаются как бы эффект увеличительного стекла или эффект линзы знаете может быть детстве вот так вот раз через эту каплю вот этот луч солнечный проходя он увеличивает свою яркость свою вот эту вот прижигательную способность несколько раз и высыхая вот эта капля она прям ну короче тут получается солнечный ожог не буду долго объяснять вот смотрите тоже вот они блестят капельки такие красивые маленькие и что тут нужно делать вот я именно поэтому при ранней высадке вот эти вот пленочки ниткамку я стараюсь не открывать вот сегодня я открыла чтобы проветрить чтобы вот эти капельки высохли а вот тот ожог который я показывала вот он он у меня он у меня как раз получился когда я утром мне нужно было высаживать я все эти пленки открыла а на этом растении вот она крайняя с краю там обычно раз и всегда больше вы видите что вот в средине на них нет никаких капелек а вот те крайние ряды они все еще вот в таких капельках если их сейчас открыть а солнце жгет уже ярко-ярко ну как прижигает хорошо и вот те тоже будут солнечные ожоги но с одной стороны конечно это не смертельно для растений все это они новая потом зеленая масса нарастет эти листья будем во время посынкования убирать просто очень некрасивый внешний вид кажется что они больные и некоторые действительно так думают но это не болезнь вот эти белые такие как каплевидные такие пятна это и именно солнечные ожоги я вот сейчас открыла немножко проветрила буду снова закрывать и тут конечно соблюдать нужно такое правило что ну как тут соблюдать если кто-то пленкой не закрывает она однозначно будут солнечные ожоги весной даже иногда капает вот с крыши теплицы вот спрашивают как избавляться от конденсата конечно только проветриванием без конденсата редко когда бывает теплица я сейчас когда у нас вот ранняя весна вот эти пленки не тканые оставляю на целый день чтобы солнечных ожогов не было конечно им лучше бы конечно без пленок но так как у нас очень яркое солнце и вот сегодня плюс 10 температура здесь будет и ярко и еще солнце прямые солнечные лучи они могут все таки вот эту нежненькую рассаду только что высаженную немного повредить но солнечных ожогов не нужно бояться это не заразно это не какая-то болезнь некоторые думают что-то не дай бог чуть ли не грибковое заболевание нет конечно но предохранять все равно их нужно конечно лучше делать проветривание тоненькими не тканками прикрывать и вот я видите как свое растение испортила ему внешний вид открыла утром но у меня нужна вынужденная была мера мне же нужно досаживать было скинула все эти пленки вроде пасмурно было тут раз яркое солнце оно быстренько прижигло и сразу ожоги прям на глазах появляются все растягивать не буду до свидания это вот о белых пятнах на томатах это солнечные ожоги и и и и и